Убыль населения, рост зарплаты и продолжение инвестиционных программ. Основные показатели социально-экономического развития города Магнитогорска за 2021 год обсуждали в эту пятницу на аппаратном совещании. Еще одна важная тема в повестке – безопасный пропуск паводковых вод. Когда планируется активное таяние снега и что делается для того, чтобы паводок не сказался на жизнедеятельности города? По словам заместителя главы города Александра Макаровой, в городском кошельке в прошлом году было более 21 миллиарда рублей. Деньги потратили на инфраструктурное развитие города, образование, культуру и спорт. Отметили и участие города в крупных областных и федеральных программах по разным направлениям. Что касается объема отгруженной продукции, он составил почти 955 миллиардов рублей. Основную долю – 93% – составляют обрабатывающие производства. Доля Магнитогорска в экономике Челябинской области в 2021 году выросла до 35,5%. Объем инвестиций в основной капитал сложился на уровне прошлого года и составил 47,2 миллиарда рублей. Самые крупные инвестпроекты реализует ПАУ ММК. Мы видим, что все крупные проекты, которые реализует наш градообразующий комбинат, они направлены и на модернизацию своего производства, но и также это огромный вклад в экологию города. Также есть и крупные инвестиционные проекты непосредственно наши, которые ведут наши муниципальные предприятия. Это и строительство подстанции Захаровская, это и реконструкция очистных сооружений, которые ведет водоканал, и серьезные инвестиционные программы, которые ведет теплофикация, гороэлектросеть. Что касается заработной платы, она, по словам Александры Макаровой, в Магнитогорске самая высокая в области и составляет 53,5 тысячи рублей в месяц. В течение 2021 года рынок труда города стабилизировался. Безработица достигла уровня ниже до пандемийного периода. Безработами были признаны 910 человек. Несмотря на то, что сегодня в городе требуется более 4 тысяч сотрудников, из них 3 тысячи – это рабочие вакансии и около 1 тысячи – вакансии служащих. Также затронули тему жилищного строительства. Так, в 2021 году было введено в эксплуатацию почти 172,5 тысячи квадратных метров жилья, что значительно превышает показатель прошлого года. Основная доля приходится на индивидуальный жилой сектор. Новоселье в прошлом году отпраздновали 35 молодых семей, 96 детей-сирот, а также 179 граждан, переселенных из аварийного жилья. Из не очень хороших показателей – снижение численности населения города. Предварительно на начало 2022 года в городе проживало 411 816 человек. Всему виной снижение рождаемости и рост смертности, основной причиной которой явились последствия коронавирусной инфекции. Подводя итоги года, глава отметил, что в целом хороших социально-экономических показателей удалось достичь благодаря огромной работе. В основе, конечно же, лежат все решения, которые президент поставил задачу и наше правительство реализовало. Оперативно, как никогда, были доведены и решения, и финансы, и изменены законы с тем, чтобы поддержать экономику страны. От экономических показателей к проблемам насущным. Готов ли Магнитогорск к безопасному пропуску паводковых вод, рассказал начальник управления гражданской защиты населения Олег Жестовский. По подсчетам специалистов, половодие на реке Урал ожидается с 5 апреля по 31 мая. Пик обычно приходится на середину апреля. В этом году половодие ожидается в пределах и выше среднем многолетних значений. Предусмотрен перечень мероприятий. У нас организованы и проводятся заседания данной городской паводковой комиссии. Определенный, утвержден состав сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. В состав у нас сил и средств входит личный состав, инженерная техника, автомобильная техника, а также паводительные средства. Для безаварийного пропуска паводковых вод, отметил Олег Жестовский, необходимо продолжать работу по очистке ливневых колодцах водопропускных труб в частном секторе, активно проводить работу с жителями, по очистке и вырубке порослей водопропускных канавок, сбору и правильной утилизации мусора. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением весенними паводковыми водами, организована работа по единому номеру вызова экстренных служб 112. Юлия Черешнева, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН